Миллионы лет львы властвуют в африканской саванне. Они находятся на вершине пищевой цепи. Потому что с их потрясающей силой, превосходным умением прыгать и выдающейся способностью к согласованным действиям Львы не боятся нападать ни на кого. Лев. Царь зверей. Так, как никто никогда его не видел. Взгляд изнутри. Глазами самого хищника. Супер-хищники. Лев. Середина сентября в Восточной Африке. Сезон засухи. Эти 12 взрослых львов и 6 львят живут вместе в Прайде. Расширенном семейном союзе. Они живут и охотятся вместе всю жизнь. В это время года здесь особенно жарко и сухо, и большая часть добычи львов мигрирует в места, где больше зелени. А значит, у львов меньше возможностей поохотиться. Каждому льву нужно более 5 килограммов мяса в день. Около 8 тысяч калорий. Добычи в этих краях становятся все меньше, и Прайд не может себе позволить неудачную охоту. Но убить животное в 5 раз больше себя непросто. Черный буйвол представляет проблему. Они крайне бдительны и ночью спят всего час, просыпаясь через каждые пару минут. Острые рога буйвола способны достигать метра в длину и запросто могут убить льва. И буйволы защищают друг друга. Маленькие и слабые члены стада всегда находятся в центре, а по периметру в основном самцы, формирующие защитный круг. Поэтому, чтобы охота на буйвола или на другую крупную добычу удалась, львам надо работать слаженно и использовать стратегию. Львица может поймать буйвола, но она не сможет самостоятельно его убить. С другой стороны, львица способна съесть газель, но поймать газель не в состоянии, потому что не умеет так быстро бегать. Охота – трудная штука, и без друзей не обойтись. Если эти львы собираются вместе поесть мясо буйвола, каждому из них надо хорошо сыграть свою роль. Некоторые из них быстрее, они могут догнать добычу. Некоторые сильнее, они лучше справятся с тем, чтобы схватить животное или повалить его на землю. Каждый лев найдет то, к чему он более склонен. Охота начинается, когда две львицы атакуют стадо, и оно пускается в паническое бегство. Затем одна из двух нападающих львиц оценивает ситуацию. Она внимательно осматривает стадо и решает, какое животное сделать мишенью. Она ищет слабых, юных или отбившихся от стада буйволов. За считанные секунды она нашла цель. Самку буйвола с одним сломанным рогом. Такая битва, в которой можно было сломать крепкий рог, наверняка оставила и более серьезные раны. Самая высокая скорость средней львицы — 54 км в час. Но нападающие, самые быстрые и подвижные львицы в прайде, могут достигать скорости более 60 км в час. Одна из нападающих обгоняет львицу, погнавшую стадо, и бросается в атаку. Она делает это поразительно сконструированными когтями. На каждой лапе есть 4 острых когтя, направленных вперед, и коготь на рудиментарном пальце, направленный назад. Каждый коготь сидит на своем шаровидном суставе и двигается независимо. Пока буйвол пытается сбросить львицу, та может регулировать захват, а это нелегкое дело. Эта львица пытается справиться с невероятной силой. Это все равно, что вцепиться когтями в ракету сразу после запуска. Скоро прибывает подкрепление. Две другие львицы прыгают на спину буйволу и пытаются своим общим весом опрокинуть его на землю. На спине буйвола весом в 770 килограммов висят три львицы весом более 400 килограммов. Одна львица рвет тело буйвола крупными клыками, а другая закрывает нос и рот буйвола своей пастью. Через 15 секунд у буйвола начинается кислородное голодание. Он паникует. Это провоцирует резкий скачок сердцебиения и быстрые движения, которые вместо того, чтобы сохранять оставшийся кислород, быстро сжигают его. Буйвол начинает терять сознание. Его мышцы расслабляются. И в итоге битва заканчивается. Но после такой тяжелой работы главная охотница может не получить еды, пока царствующий самец не позволит ей этого. Он съедает почти 20 килограммов мяса буйвола до того, как туша достается самкам. Самец тут самый главный. Он, царь и начальник. В прайдах обычно есть два или три самца, но в этом прайде только один. Он защищает прайд, от него рождаются львята. И он патрулирует территорию прайда, проверяя, чтобы ни один другой лев на нее не проник. Он не участвует в охоте в той мере, как самки, но ест первым. Хорошо быть королем. Это прекрасная добыча. 450 килограммов мяса принесут прайду 700 тысяч калорий. Этого хватит на неделю. Левы едят. Этот далекий рык означает беду. Беду, которая может навсегда изменить этот прайд. Приближается незваный гость. Но его не интересует туша буйвола. Он пришел бросить вызов доминирующему самцу и захватить власть над прайдом. Прошло два года с тех пор, как правящий самец сам был претендентом на пост царя. Как это случается с большинством самцов, он достиг половой зрелости к двум годам, когда у него начала расти грива. Тогда его выгнали из прайда, в котором он родился. Это служит целем эволюции, поскольку он родственник всем самкам в своем прайде. Чтобы размножаться, он должен уйти в другое место. Но, будучи еще юным, он не был достаточно силен, чтобы свергнуть правящего самца, и год с лишним скитался в ожидании момента, когда сможет захватить прайд. Два года назад это произошло. Сейчас, судя по рыку, доносящемуся издалека, роли поменялись. Мне говорили, что львиный рык слышен почти за 10 километров. Ты понимаешь, что это очень далеко, но кажется, что лев так близко. Львиный рык не просто слышен, его можно почувствовать. Он начинается, когда мышцы между его ребер работают как кузнечные мехи, толкая воздух со скоростью 80 километров в час через массивные голосовые связки, вызывая их вибрацию. Но силу рыку придает именно акустическое пространство между верхним нёбом и задней стенкой глотки. Здесь звук резонирует, увеличивая свою скорость и интенсивность. Здесь лев также может изменять высоту рыка, как оперный певец меняет ноту. В результате появляется звук, достигающий 115 децибел. Громкости рок-концерта. Теперь рык доносится ближе. Это серия отрывистых хрипов с чётким началом и концом. Что позволяет точно определить местонахождение рычащего льва. Эта игра называется «Запугивание». Не думая, что они хотят убить друг друга. Покалечиться они тоже не хотят. Они понимают, что если получат рану, то им конец. Сейчас и у правящего самца, и у захватчика есть выбор драться или исчезнуть. Но теперь всё не так просто. Лев внезапно видит, что против него не просто лев, а целых два льва. Пока один захватчик нападает на самца, второй рычит и запугивает Прайт. Правящий самец повреждает лапу и в итоге падает на спину в знак повиновения. Его Прайт и территория больше ему не принадлежат. Более доминантный из двух захватчиков становится новым лидером. Он берёт власть в свои лапы и дело принимает жестокий оборот. Он убивает всех львят. Это выглядит жестоким поступком, но он просто хочет положить конец царству прошлого самца, чтобы начать царствовать самому. Он гарантирует, что дети будут только от него, что его гены будут переданы следующему поколению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Сильности в этом прайде ушли в одно мгновение. Новый правящий самец ведет их на охоту, но не на простую охоту. Сегодня они будут охотиться не на буйвола, а на гораздо более крупную добычу ростом более 5 метров и весом в 1800 килограммов, чьи ноги длиннее, чем все тело льва. Он может убить одним ударом ноги. И это произойдет в одну секунду. Я видел, как жираф легнул у льва. Треск был слышен за 100 метров. Он проломил ему голову. Если они собираются напасть на животное такого размера, самцам придется присоединиться к охоте. Нет никакого правила, говорящего, что самцы не охотятся. Они охотятся. Я видел, как они нападали на жирафа. А это очень большое животное. Нужно много товарищей для такой охоты. Жираф не просто большой и сильный, он также быстрый и проворный. Поэтому Прайду понадобится уникальная технология. Им придется... ...заманить его в ловушку. Три львицы загнали этого жирафа в заросли акации, где их поджидают остальные члены Прайда. С трех сторон жираф окружен деревьями, а львы перекрыли отход с четвертой стороны. Жирафу некуда деться, и он начинает паниковать. Львы ждут идеального момента для нападения. Даже когда на него нападает целый Прайд, жираф не собирается стать легкой добычей. И чтобы убить его, потребуется почти час. Пока Прайд поедает тушу жирафа, Менее чем в двух километрах от них изгнанный самец бродит по саванне, становясь все более голодным. Его лапа повреждена. И что еще хуже, куда бы он ни пошел, оказывается, что это территория другого Прайда. В радиусе 16-32 километров территорию могут занимать три или четыре Прайда. Его единственный шанс на данный момент – быть тише воды, ниже травы, и продолжать бежать, пока он не покинет территорию этого Прайда. Он привык прятаться, охотясь на добычу, но сейчас он должен быть незаметным, чтобы самому не стать добычей. Четыре дня назад он съел более 30 тысяч калорий. Но он тратит более 10 тысяч калорий в день, и у него осталось очень мало про запас. В мгновение ока вся его жизнь изменилась. Голод заставляет его рыскать в поисках добычи, как гиена. Тем временем его бывший Прайд не спеша поедает свою гигантскую добычу. В ней более миллиона калорий, которых им хватило бы на 10 дней, если бы они смогли съесть целого жирафа в один присест. Львы съедят по 18 килограммов мяса и наедятся до отвала. Они пойдут бродить, попьют воды в ближайшем водоеме и крепко заснут на ближайшие 18 часов. Когда они проснутся, гиены уже нашли тушу и тоже попировали в сласть. Жираф мог кормить их неделю. Вместо этого они пойдут на охоту уже в следующем вечере. Когда солнце садится, в саванне становится прохладней. Но не комфорт побуждает львов охотиться ночью, а стратегия. Ночью мы, скорее всего, не смогли бы увидеть животное на расстоянии 100 метров. А лев даже может видеть, как оно дышит. Буйволы плохо видят по ночам, и сейчас они особенно осторожны. Тем не менее, один буйвол все-таки отходит от стада. Когда луна прячется за облаками и становится еще темнее, львицы, ведомые нападающими, начинают действовать. Глазное яблоко львицы, зрачок и хрусталик пропорционально больше, чем у других хищников. И зрачок может расширяться в три раза сильнее, чем у человека. Но ключ к ночному видению львов лежит в уникальном отражающем покрытии задней части глаза, которое обеспечивает попадание каждого фотона света на клетки сетчатки. Это работает так эффективно, что даже при отсутствии луны и звезд, без туч, отражающих верхний свет, глаза льва могут видеть в темноте лучше, чем приборы ночного видения. Чем меньше здесь света, тем больше у них преимуществ. Львы в два раза более успешны в ночной охоте, чем в дневной, а в безлунную ночь их шансы увеличиваются в четыре раза. В кромешной темноте они смертельно опасны. Ничего не подозревающий буйвол не видит их, пока не становится слишком поздно. В 20 километрах отсюда их бывший лидер все еще находится лицом к лицу с жестокой реальностью жизни вне Прайда. Проигранной им битве он повредил лапы, она заживает недостаточно быстро. Пока она не заживет, лев не может охотиться на быстро бегающую добычу. Он провел без пищи семь дней. Его тело начинает брать энергию из мышц, а это значит, что он становится слабее. Но, к счастью, видит он по-прежнему хорошо. Он замечает что-то вдалеке. Это спящая гиена. Его голод усиливается по мере того, как он незаметно приближается на расстояние прыжка. Гиена не слишком вкусное животное. Они едят гиен, только если им больше нечего есть. Но это обед, и он съедобный. Гиены могут спать чутко, поэтому лев должен подкрасться в полной тишине. Чтобы не хрустнуть веточкой, он ходит на цыпочках. Мягкие подушечки помогают ему распределять вес между суставами лап. Его лапа мягко окутывает любое препятствие, окружая его толстой меховой подкладкой, которая заглушает любой звук, чтобы лев сумел подойти тихо-тихо и не разбудить даже самых чутко спящих. 40 килограммов постного мяса приносит ему около 60 тысяч калорий. Это не очень вкусная еда, но сегодня он заснет сытым. Неделю спустя на его бывшей территории все изменилось. Сезон засухи вступил в свои права, и буйволы ушли к более зеленым лугам. И по необходимости его бывший прайд теперь находится в поисках другой, менее желанной добычи. Эта импала весом в 55 килограммов стала бы достойной пищей для прайда, но импала – это пугающий соперник. Однако, невзирая на трудности, львицы должны постараться. Потому что, если они не будут охотиться при любой возможности, они рискуют встать на необратимый путь к смерти от голода. Импала очень быстрая, и одна из первых львиц не может поймать ее. Вторая тоже не может. Но когда уже кажется, что импала вот-вот убежит от них, самая быстрая львица в прайде, одна из нападающих прыгает прямо на шею антилопы. Это может показаться удачным броском, но вся погоня была четко спланирована. Цель первой львицы – не поймать импалу, а направить погоню в нужном направлении. Вторая львица ведет импалу прямо в лапы третьей, которая точно рассчитывает время прыжка. Каждой львице достается около 4200 калорий, но добыча достается высокой ценой. Львица, поймавшая импалу, самая быстрая нападающая в прайде, поранила лапу. А в дикой природе даже небольшая открытая рана может быть страшнее, чем выглядит. Также она получила внутреннюю травму. В неволе средняя продолжительность жизни льва достигает 30 лет, а в дикой природе всего 15. Три дня спустя львица умирает. Но нет времени ее оплакивать. Самая быстрая молодая львица занимает ее место. Однако у бывшего лидера этого прайда, который один играет в командном виде спорта, замены нет. У него есть только он сам. Он некоторое время сможет выживать на останках чужой добычи или находя то, что способен поймать. Прошло две недели с тех пор, как старого льва прогнали из прайда, в котором он царил два года. С тех пор все изменилось от плохого к худшему. В его лучшие годы львицы прайда снабжали его мясом, и он мог есть вдоволь. Без их помощи, испытывая нехватку более чем 50 тысяч калорий, он потерял более 6 килограммов. его тело кормит само себя. Если он долго не ел, это значит, что и влаги он получает недостаточно. Львы в основном получают воду из добычи, которую ловят. Так что он крайне обезвожен и сейчас в ослабленном состоянии. Но запах буйвола, умирающего у водоема, означает еще один шанс выжить. Возможно, его последний шанс. Это 550 килограммов плоти. А отсутствие других хищников поблизости означает, что за эту плоть не надо драться. Буйвол такого размера может спасти ему жизнь, если лев сумеет его убить. Для него это либо победа, либо смерть. Здоровый лев может убить этого буйвола одними из самых внушительных зубов в природе. Его клыки длиной в 7,5 сантиметров расположены на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Таково расстояние между позвонками буйвола. Проникнув прямо между костями спины, львиные клыки могут проткнуть позвоночник буйвола, парализовав его. Но жара и недоедание уменьшили мышечную массу изголодавшегося льва. Его клыки не могут достать до спины. Они даже не могут проткнуть кожу. Клыки здорового льва могут перекрыть буйволу доступ кислорода, пронзив трахею с поразительной силой в 425 килограммов, в три раза больше, чем у взрослого Ротвейлера. Но сила укуса старого льва гораздо слабее, чем раньше. Вот линия, которую мы называем черта смерти. Над ней находится животное, которое может охотиться и прокормить себя. Когда она опускается ниже этой черты, из-за болезни, жажды или голода оно становится слишком слабым. Если зверь не может догнать добычу и поймать ее, ему конец. Каждая его попытка перекрыть буйволу доступ в воздух и проваливается. В итоге, старый лев сдается. У его бывшего прайда дела идут лишь ненамного лучше. За последнюю неделю они поймали только двух антилоп, и детеныш антилопы гну. Это менее 20% от необходимой им пищи. Охота на эту более мелкую и быструю добычу означает, что основная надежда прайда лежит на двух самых быстрых львицах. Нападающих. Но их новая нападающая слишком медленно бегает. Ей трудно было заменить убитую львицу. Она позволяет другой, более зрелой и опытной, нападающей, делать свою работу. А лишь с одним действующим нападающим Прайд терпит бедствие. Когда Прайд сталкивается со стадом мелких быстрых газелей Томпсона, новая нападающая только смотрит, как старая делает бросок. Юные газели не такие быстрые, как взрослые, и они не столь опытны в искусстве ускользания от хищников. Это небольшая добыча. После того, как два самца съедают половину, каждой львице достается менее одного килограмма мяса. Они не просто голодные, они страдают от недоедания. Если они вскоре не поймают более крупную добычу, они могут погибнуть. А как только львицы начинают гибнуть от голода, остается немного времени до гибели всего Прайда. Стада буйволов ушли, а в Прайде 12 взрослых особей они не могут позволить себе охотиться на мелкую добычу. Они должны нападать на все, что встретится им по пути, неважно, насколько опасное. Зебра весит 320 килограммов, и она в 15 раз больше газели, которой Прайд недавно перекусил. Одна зебра может накормить их всех и хорошо накормить. Но зебры опасны, потому что они очень сильные. Для львицы, которая попробует напасть на одну из них, любая ошибка может оказаться роковой. У зебры сильные ноги, а она легается со страшной силой, которая может ослепить или даже убить льва. Каждый раз, когда кто-то нападает на зебру, он действительно ставит свою жизнь под угрозу, под серьезную угрозу. Это не обязательно угроза смертельного ранения, это может быть сильный ушиб, сломанная лапа, раздробленная челюсть или сломанная спина. В довершении всего зебра может скакать со скоростью до 65 км в час и обогнать льва. Единственные львицы, которые смогут их поймать, это две нападающие. Они ждут, пока две львицы разгоняют стадо. И в бой вступает опытная нападающая. Но непроверенная в деле новая нападающая просто смотрит и безразлично возвращается назад. Музыка Девушки отдыхают Один из самых больших проблем в деле поимки зебры — это увидеть зебру. Львы-дальтоники. Они с трудом могут отличить однотонные полоски зебры от высокой зеленой травы саванны. И этого хватило, чтобы нападающая упустила мишень. Не совершив точного прыжка на спину зебры, она не сможет повалить ее на землю. Прайд Это предвещает беду для Прайда. Если их главная нападающая не может поймать зебру, вряд ли это сумеет сделать новенькое. Прайд Прайд уходит, но молодая нападающая не двигается с места. Неудача другой нападающей кое-чему научила ее. Она идет туда, где между ней зеброй нет высокой травы. И затем бросается в атаку. Но если она собирается повалить эту зебру на землю, ей нужно будет совершить идеальный прыжок и идеальное приземление. Львица может прыгнуть на 10 метров. Но для этого все аспекты ее анатомии должны работать гармонично и слаженно. Сначала ей надо развить максимальную скорость. Ей понадобится отличное сцепление задних лап, которые погружаются в землю, двигаясь с поразительной скоростью 17 метров в секунду. Ее передние и задние лапы должны вытягиваться одновременно, что заставляет спину двигаться подобно пружине. Это сочетание дает ей аэродинамику для прыжка в воздухе. Она ловит добычу, кувыркаясь на ней, пока та не упадет. Каждый коготь независимо приспосабливается к движениям зебры, когда та брыкается. В итоге львица сжимает челюсти вокруг шеи зебры, сдавливая ее с силой в 425 килограммов и перекрывая зебре доступ к кислороду. После того, как она убила добычу, два самца Прайда подходят, чтобы поесть. Скоро все получат свою долю. У новенькой ушла неделя, чтобы войти в роль нападающей, но когда дела были плохи, она спасла Прайда. Они наедаются мясом зебры весом в 320 килограммов до такого состояния, что каждый член Прайда едва может двигаться. Их бывший лидер тоже едва двигается, но по другой причине. Он не ел уже три недели и потерял более 27 килограммов. Он обезвожен и весь покрыт ранами. Пир для насекомых, ставших его единственными спутниками. Так сурово и одиноко оканчивается жизнь изгнанного короля. Но такова была и судьба самца, которого выгнал он сам. И такова будет судьба самца, который изгнал его. Через несколько месяцев рождаются детеныши нового правящего самца. Однажды, если им повезет, они вырастут и сами встанут во главу Прайда. И когда-нибудь более молодой самец изгонит их из них. Такова жизнь Саванны и ее непрерывная история, длящаяся миллионы лет. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гавриев. Миллионы лет львы властвуют в африканской саванне. Они находятся на вершине пищевой цепи. Потому что с их потрясающей силой, превосходным умением прыгать и выдающейся способностью к согласованным действиям... Львы не боятся нападать ни на кого. Лев. Царь зверей. Так как никто никогда его не видел. Взгляд изнутри... Глазами самого хищника. Супер хищники. Лев. Середина сентября в Восточной Африке. Сезон засухи. Эти 12 взрослых львов и 6 львят живут вместе в Прайде. Расширенном семейном союзе. Они живут и охотятся вместе всю жизнь. В это время года здесь особенно жарко и сухо, и большая часть добычи львов мигрирует в места, где больше зелени. А значит, у львов меньше возможностей поохотиться. Каждому льву нужно более 5 килограммов мяса в день. Около 8 тысяч калорий. Добычи в этих краях становятся все меньше, и Прайд не может себе позволить неудачную охоту. Но убить животное в 5 раз больше себя непросто. Черный буйвол представляет проблему. Они крайне бдительны, и ночью спят всего час, просыпаясь через каждые пару минут. Острые рога буйвола способны достигать метра в длину и запросто могут убить льва. И буйволы защищают друг друга. Маленькие и слабые члены стада всегда находятся в центре, а по периметру в основном самцы, формирующие защитный круг. Поэтому, чтобы охота на буйвола или на другую крупную добычу удалась, львам надо работать слаженно и использовать стратегию. Львица может поймать буйвола, но она не сможет самостоятельно его убить. С другой стороны, львица способна съесть газель, но поймать газель не в состоянии, потому что не умеет так быстро бегать. Охота – трудная штука, и без друзей не обойтись. Если эти львы собираются вместе поесть мясо буйвола, каждому из них надо хорошо сыграть свою роль. Некоторые из них быстрее, они могут догнать добычу. Некоторые сильнее, и они лучше справятся с тем, чтобы схватить животное или повалить его на землю. Каждый лев найдет то, к чему он более склонен. Охота начинается, когда две львицы атакуют стадо, и оно пускается в паническое бегство. Затем одна из двух нападающих львиц оценивает ситуацию. Она внимательно осматривает стадо и решает, какое животное сделать мишенью. Она ищет слабых, юных, или отбившихся от стада буйволов. За считанные секунды она нашла цель. Самку буйвола с одним сломанным рогом. Такая битва, в которой можно было сломать крепкий рог, наверняка оставила и более серьезные раны. Самая высокая скорость средней львицы — 54 км в час. Но нападающие, самые быстрые и подвижные львицы в прайде, могут достигать скорости более 60 км в час. Одна из нападающих обгоняет львицу, погнавшую стадо, и бросается в атаку. Она делает это поразительно сконструированными когтями. На каждой лапе есть 4 острых когтя, направленных вперед, и коготь на рудиментарном пальце, направленный назад. Каждый коготь сидит на своем шаровидном суставе и двигается независимо. Пока буйвол пытается сбросить львицу, та может регулировать захват, а это нелегкое дело. Эта львица пытается справиться с невероятной силой. Это все равно, что вцепиться когтями в ракету сразу после запуска. Скоро прибывает подкрепление. Две другие львицы прыгают на спину буйволу и пытаются своим общим весом опрокинуть его на землю. На спине буйвола весом в 770 килограммов висят три львицы весом более 400 килограммов. Одна львица рвет тело буйвола крупными клыками, а другая закрывает нос и рот буйвола своей пастью. Через 15 секунд у буйвола начинается кислородное голодание. Он паникует. Это провоцирует резкий скачок сердцебиения и быстрые движения, которые вместо того, чтобы сохранять оставшийся кислород, быстро сжигают его. Буйвол начинает терять сознание. Его мышцы расслабляются. И в итоге битва заканчивается. Но после такой тяжелой работы главная охотница может не получить еды, пока царствующий самец не позволит ей этого. Он съедает почти 20 килограммов мяса буйвола до того, как туша достается самкам. Самец тут самый главный. Он – царь и начальник. В прайдах обычно есть два или три самца, но в этом прайде только один. Он защищает прайд, от него рождаются львята. И он патрулирует территорию прайда, проверяя, чтобы ни один другой лев на нее не проник. Он не участвует в охоте в той мере, как самки, но ест первым. Хорошо быть королем. Это прекрасная добыча. 450 килограммов мяса принесут прайду 700 тысяч калорий. Этого хватит на неделю. Львы едят. Этот далекий рык означает беду. Беду, которая может навсегда изменить этот прайд. Приближается незваный гость. Но его не интересует туша буйвола. Он пришел бросить вызов доминирующему самцу и захватить власть над прайдом. Прошло два года с тех пор, как правящий самец сам был претендентом на пост царя. Как это случается с большинством самцов, он достиг половой зрелости к двум годам, когда у него начала расти грива. Тогда его выгнали из прайда, в котором он родился. Это служит целем эволюции, поскольку он родственник всем самкам в своем прайде. Чтобы размножаться, он должен уйти в другое место. Но, будучи еще юным, он не был достаточно силен, чтобы свергнуть правящего самца, и год с лишним скитался в ожидании момента, когда сможет захватить прайд. Два года назад это произошло. Сейчас, судя по рыку, доносящемуся издалека, роли поменялись. Мне говорили, что львиный рык слышен почти за 10 километров. Ты понимаешь, что это очень далеко, но кажется, что лев так близко. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь рык доносится ближе. Это серия отрывистых хрипов с четким началом и концом, что позволяет точно определить местонахождение рычащего льва. Эта игра называется «Запугивание». Не думаю, что они хотят убить друг друга. Покалечиться они тоже не хотят. Они понимают, что если получат рану, то им конец. Сейчас и у правящего самца, и у захватчика есть выбор драться или исчезнуть. Но теперь все не так просто. Лев внезапно видит, что против него не просто лев, а целых два льва. Пока один захватчик нападает на самца, второй рычит и запугивает Прайт. Правящий самец повреждает лапу и в итоге падает на спину в знак повиновения. Его Прайт и территория больше ему не принадлежат. Более доминантный из двух захватчиков становится новым лидером. Он берет власть в свои лапы и дело принимает жестокий оборот. Он убивает всех львят. Это выглядит жестоким поступком, но он просто хочет положить конец царству прошлого самца, чтобы начать царствовать самому. Он гарантирует, что дети будут только от него, что его гены будут переданы следующему поколению. Редактор субтитров А.Семкин Годы стабильности в этом Прайде ушли в одно мгновение. Новый правящий самец ведет их на охоту, но не на простую охоту. Сегодня они будут охотиться не на Буевола, а на гораздо более крупную добычу ростом более 5 метров и весом в 1800 килограммов, чьи ноги длиннее, чем все тело льва. Он может убить одним ударом ноги. И это произойдет в одну секунду. Я видел, как жираф легнул у льва. Треск был слышен за 100 метров. Он проломил ему голову. Если они собираются напасть на животное такого размера, самцам придется присоединиться к охоте. Нет никакого правила, говорящего, что самцы не охотятся. Они охотятся. Я видел, как они нападали на жирафа. А это очень большое животное. Нужно много товарищей для такой охоты. Жираф не просто большой и сильный, он также быстрый и проворный. Поэтому Прайду понадобится уникальная технология. Им придется заманить его в ловушку. Три львицы загнали этого жирафа в заросли акации, где их поджидают остальные члены Прайда. С трех сторон жираф окружен деревьями, а львы перекрыли отход с четвертой стороны. Жирафу некуда деться, и он начинает паниковать. Львы ждут идеального момента для нападения. Даже когда на него нападает целый Прайд, жираф не собирается стать легкой добычей. И чтобы убить его потребуется почти час. Пока Прайд поедает тушу жирафа, Менее чем в двух километрах от них изгнанный самец бродит по саванне, становясь все более голодным. Его лапа повреждена. И что еще хуже, куда бы он ни пошел, оказывается, что это территория другого Прайда. В радиусе 16-32 километров территорию могут занимать три или четыре Прайда. Его единственный шанс на данный момент быть тише воды, ниже травы, и продолжать бежать, пока он не покинет территорию этого Прайда. Он привык прятаться, охотясь на добычу, но сейчас он должен быть незаметным, чтобы самому не стать добычей. Четыре дня назад он съел более 30 тысяч калорий. Но он тратит более 10 тысяч калорий в день, и у него осталось очень мало про запас. В мгновение ока вся его жизнь изменилась. Голод заставляет его рыскать в поисках добычи, как гиена. Тем временем, его бывший Прайд не спеша поедает свою гигантскую добычу. В ней более миллиона калорий, которых им хватило бы на 10 дней, если бы они смогли съесть целого жирафа в один присест. Львы съедят по 18 килограммов мяса и наедятся до отвала. Они пойдут бродить, попьют воды в ближайшем водоеме и крепко заснут на ближайшие 18 часов. жирафы. Когда они проснутся, гиены уже нашли тушу и тоже попировали в сласть. Жираф мог кормить их неделю. Вместо этого они пойдут на охоту уже в следующем вечер. Когда солнце садится, в саванне становится прохладней. Но не комфорт побуждает львов охотиться ночью, а стратегия. Ночью мы, скорее всего, не смогли бы увидеть животное на расстоянии 100 метров. А лев даже может видеть, как оно дышит. Буйволы плохо видят по ночам, и сейчас они особенно осторожны. Тем не менее, один буйвол все-таки отходит от стада. Когда луна прячется за облаками и становится еще темнее, львицы, ведомые нападающими, начинают действовать. Глазное яблоко львицы, зрачок и хрусталик пропорционально больше, чем у других хищников. И зрачок может расширяться в три раза сильнее, чем у человека. Но ключ к ночному видению львов лежит в уникальном отражающем покрытии задней части глаза, которое обеспечивает попадание каждого фотона света на клетки сетчатки. Это работает так эффективно, что даже при отсутствии луны и звезд без туч, отражающих верхний свет, глаза льва могут видеть в темноте лучше, чем приборы ночного видения. Чем меньше здесь света, тем больше у них преимуществ. Львы в два раза более успешны в ночной охоте, чем в дневной, а в безлунную ночь их шансы увеличиваются в четыре раза. В кромешной темноте они смертельно опасны. Ничего не подозревающий Буйвол не видит их, пока не становится слишком поздно. В 20 километрах отсюда их бывший лидер все еще находится лицом к лицу с жестокой реальностью жизни вне Прайда. Проигранный им битве он повредил лапы, она заживает недостаточно быстро. Пока она не заживет, лев не может охотиться на быстро бегающую добычу. Он провел без пищи семь дней. Его тело начинает брать энергию из мышц, а это значит, что он становится слабее. Но, к счастью, видит он по-прежнему хорошо. Он замечает что-то вдалеке. Это спящая гиена. Его голод усиливается по мере того, как он незаметно приближается на расстояние прыжка. Гиена не слишком вкусное животное. Они едят гиен только если им больше нечего есть. Но это обед, и он съедобный. Гиены могут спать чутко, поэтому лев должен подкрасться в полной тишине. Чтобы не хрустнуть веточкой, он ходит на цыпочках. Мягкие подушечки помогают ему распределять вес между суставами лап. Его лапа мягко окутывает любое препятствие, окружая его толстой меховой подкладкой, которая заглушает любой звук, чтобы лев сумел подойти тихо-тихо и не разбудить даже самых чутко спящих. Субтитры создавал DimaTorzok 40 килограммов постного мяса приносит ему около 60 тысяч калорий. Это не очень вкусная еда, но сегодня он заснет сытым. Неделю спустя на его бывшей территории все изменилось. Сезон засухи вступил в свои права, и буйволы ушли к более зеленым лугам. И по необходимости его бывший Прайд теперь находится в поисках другой, менее желанной добычи. Эта импала весом в 55 килограммов стала бы достойной пищей для Прайда, но импала это пугающий соперник. Однако, невзирая на трудности, львицы должны постараться. Потому что, если они не будут охотиться при любой возможности, они рискуют встать на необратимый путь к смерти от голода. Импала очень быстрая, и одна из первых львиц не может поймать ее. Вторая тоже не может. Но когда уже кажется, что импала вот-вот убежит от них, самая быстрая львица в Прайде одна из нападающих прыгает прямо на шею антилопы. Это может показаться удачным броском, но вся погоня была четко спланирована. цель первой львицы не поймать импалу, а направить погоню в нужном направлении. Вторая львица ведет импалу прямо в лапы третьей, которая точно рассчитывает время прыжка. львица 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 достается около 4200 калорий, но добыча достается высокой ценой. Львица, поймавшая импалу, самая быстрая нападающая в Прайде, поранила лапу. А в дикой природе даже небольшая открытая рана может быть страшнее, чем выглядит. Также она получила внутреннюю травму. В неволе средняя продолжительность жизни льва достигает 30 лет, а в дикой природе всего 15. Три дня спустя львица умирает. Но нет времени ее оплакивать. Самая быстрая молодая львица занимает ее место. Однако у бывшего лидера этого Прайда, который один играет в командном виде спорта, замены нет. у него есть только он сам. Он некоторое время сможет выживать на останках чужой добычи или находя то, что способен поймать. Прошло две недели с тех пор, как старого льва прогнали из Прайда, в котором он царил два года. С тех пор все изменилось от плохого к худшему. В его лучшие годы львицы Прайда снабжали его мясом, и он мог есть вдоволь. Без их помощи, испытывая нехватку более чем 50 тысяч калорий, он потерял более 6 килограммов. Его тело кормит само себя. Если он долго не ел, это значит, что и влаги он получает недостаточно. Львы в основном получают воду из добычи, которую ловят. Так что он крайне обезвожен и сейчас в ослабленном состоянии. Но запах буйвола, умирающего у водоема, означает еще один шанс выжить. Возможно, его последний шанс. Это 550 килограммов плоти, а отсутствие других хищников поблизости означает, что за эту плоть не надо драться. Буйвол такого размера может спасти ему жизнь, если лев сумеет его убить. Для него это либо победа, либо смерть. Здоровый лев может убить этого буйвола одними из самых внушительных зубов в природе. Его клыки длиной в 7,5 сантиметров расположены на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Таково расстояние между позвонками буйвола. Проникнув прямо между костями спины львиные клыки могут проткнуть позвоночник буйвола, парализовав его. Но жара и недоедание уменьшили мышечную массу изголодавшегося льва. Его клыки не могут достать до спины. Они даже не могут проткнуть кожу. Клыки здорового льва могут перекрыть буйволу доступ кислорода, пронзив трахею с поразительной силой в 425 килограммов, в три раза больше, чем у взрослого Ротвейлера. Но сила укуса старого льва гораздо слабее, чем раньше. Вот линия, которую мы называем черта смерти. Над ней находится животное, которое может охотиться и прокормить себя. Когда она опускается ниже этой черты, из-за болезни, жажды или голода, оно становится слишком слабым. Если зверь не может догнать добычу и поймать ее, конец. Каждая его попытка перекрыть буйволу доступ воздуха проваливается. В итоге старый лев сдается. У его бывшего прайда прайда дела идут лишь ненамного лучше. За последнюю неделю они поймали только двух антилоп и детеныш антилоп и гну. Это менее 20% от необходимой им пищи. Охота на эту более мелкую и быструю добычу означает, что основная надежда прайда лежит на двух самых быстрых львицах нападающих. Но их новая нападающая слишком медленно бегает. Ей трудно было заменить убитую львицу. Она позволяет другой, более зрелый и опытный нападающий делать свою работу. А лишь с одним действующим нападающим Прайд терпит бедствия. Когда Прайд сталкивается со стадом мелких быстрых газелей Томпсона, новая нападающая только смотрит, как старая делает бросок. Юные газели не такие быстрые, как взрослые, и они не столь опытны в искусстве ускользания от хищников. Это небольшая добыча. После того, как два самца съедают половину, каждой львице достается менее одного килограмма мяса. Они не просто голодные, они страдают от недоедания. если они вскоре не поймают более крупную добычу, они могут погибнуть. А как только львицы начинают гибнуть от голода, остается немного времени до гибели всего Прайда. стада буйволов ушли, а в прайде 12 взрослых особей они не могут позволить себе охотиться на мелкую добычу. Они должны нападать на все, что встретится им по пути, неважно, насколько опасное. зебра весит 320 килограммов и она в 15 раз больше газели, которой Прайд недавно перекусил. Одна зебра может накормить их всех и хорошо накормить. Но зебры опасны, потому что они очень сильные. Для львицы, которая попробует напасть на одну из них, любая ошибка может оказаться роковой. У зебры сильные ноги, а она легается со страшной силой, которая может ослепить или даже убить льва. Каждый раз, когда кто-то нападает на зебру, он действительно ставит свою жизнь под угрозу, под серьезную угрозу. Это не обязательно угроза смертельного ранения. Это может быть сильный ушиб, сломанная лапа, раздробленная челюсть или сломанная спина. В довершении всего зебра может скакать со скоростью до 65 километров в час и обогнать льва. Единственные львицы, которые смогут их поймать, это две нападающие. они ждут, пока две львицы разгоняют стадо. И в бой вступает опытная нападающая. Но непроверенная в деле новая нападающая просто смотрит и безразлично возвращается назад. Музыка Музыка Почему это нападение не удалось? Оказывается, что одна из самых больших проблем в деле поимки зебры – это увидеть зебру. Львы-дальтоники. Они с трудом могут отличить однотонные полоски зебры от высокой зеленой травы саванны. И этого хватило, чтобы нападающая упустила мишень. Не совершив точного прыжка на спину зебры, она не сможет повалить ее на землю. Это предвещает беду для Прайда. Если их главная нападающая не может поймать зебру, вряд ли это сумеет сделать новенькое. Прайд уходит, но молодая нападающая не двигается с места. Неудача другой нападающей кое-чему научила ее. Она идет туда, где между ней зеброй нет высокой травы. И затем бросается в атаку. Но если она собирается повалить эту зебру на землю, ей нужно будет совершить идеальный прыжок и идеальное приземление. Львица может прыгнуть на 10 метров. Но для этого все аспекты ее анатомии должны работать гармонично и слаженно. Сначала ей надо развить максимальную скорость. Ей понадобится отличное сцепление задних лап, которые погружаются в землю, двигаясь с поразительной скоростью 17 метров в секунду. Ее передние и задние лапы должны вытягиваться одновременно, что заставляет спину двигаться подобно пружине. Это сочетание дает ей аэродинамику для прыжка в воздухе. Она ловит добычу, кувыркаясь на ней, пока та не упадет. Каждый коготь независимо приспосабливается к движениям зебры, когда та брыкается. В итоге львица сжимает челюсти вокруг шеи зебры, сдавливая ее силой в 425 килограммов и перекрывая зебре доступ к кислороду. После того, как она убила добычу, два самца Прайда подходят, чтобы поесть. Скоро все получат свою долю. У новенькой ушла неделя, чтобы войти в руль нападающей, но когда дела были плохи, она спасла Прайда. Они наедаются мясом зебры весом в 320 килограммов до такого состояния, что каждый член Прайда едва может двигаться. Их бывший лидер тоже едва двигается, но по другой причине. Он не ел уже три недели и потерял более 27 килограммов. Он обезвожен и весь покрыт ранами. Пир для насекомых, ставших его единственными спутниками. Так сурово и одиноко оканчивается жизнь изгнанного короля. Но такова была и судьба самца, которого выгнал он сам. И такова будет судьба самца, который изгнал его. Через несколько месяцев рождаются детеныши нового правящего самца. Однажды, если им повезет, они вырастут и сами встанут во главу Прайда. И когда-нибудь более молодой самец изгонит их из них. Такова жизнь Саванны и ее непрерывная история, длящаяся миллионы лет. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гавриев.